В конце февраля сразу пять спортсменок студии Vita Fitness приняли участие в первых после начала пандемии соревнованиях по фитнес-аэробике. Где они проходили и с какими наградами девочки вернулись в Лобнию, расскажем в репортаже. Самые долгожданные соревнования. Именно так охарактеризовали свою поездку на первенство Московской области лобнинские спортсменки. Неудивительно, ведь это их первое выступление после долгого перерыва. Этот день для девочек начался рано. Подъем в 4-5 утра, а уже в 6 часов они выехали в Подольск, где и проходили соревнования. Волновались почти все. Так же, как и все, в результате стали победителями и призерами. Команда «Твистер» в двух дисциплинах заняла первое и второе места. «Акварель» стала первой в групповых выступлениях. «Чайка» победила в степ-аэробике. «Барбариски» – вторые в дисциплине аэробика. И девушки из «Фортуны Лайт» в этой же дисциплине первые. «Думала, лишь бы ничего не забыть в программе, выступить достойно, чтобы понравилось и тренеру, и судьям, и всем зрителям. Я думала, что нужно показать все, на что мы способны, потому что мы проделали огромнейший путь, чтобы подготовиться. Мы очень много тренировались, иногда по две тренировки в день. У нас появился больший азарт к соревнованиям. Мы по ним соскучились, потому что нам всем это очень нужно. И когда мы приехали на соревнования, это было, наверное, самое радостное начало года». А вот на соревнованиях Центрального федерального округа в Троицке все прошло не так гладко, как хотелось бы. Одна из участниц команды «Твистер» упала прямо во время выступления, но в результате смогла достойно выйти из положения. Но это была не самая большая трудность, с которой столкнулась команда. Незадолго до соревнований другая девочка сломала палец, но даже в такой ситуации продолжала готовиться к соревнованиям. В итоге усилия не прошли даром. Спортсменки заняли третье место на первенстве ЦФО. «Первые два дня, когда у нас были тренировки, я не могла ходить, потому что мне очень сильно он болел. Но на третью тренировку я уже пошла и начала тренироваться с гипсом. Прошла неделя, две там. Мне убрали гипс и поставили лангетку. И я уже начала тогда переносить степы и тренироваться». «Было сложно. После даже первой тренировки у нас все ноги просто гудели от такой боли. И было тяжело прыгать, но мы все-таки добились того, что вышли на соревнования и выступили, ну как по мне, хорошо». Еще в рамках первенства ЦФО состоялись соревнования Федерации фитнес-аэробики, где младшие команды «Чайка» и «Барбариски» заняли первое и третье места. Готовиться к соревнованиям пришлось еще на самоизоляции. Девочки связывались с преподавателем по зуму и выполняли упражнения и связки, что называется онлайн. С лета тренировки возобновились в очном режиме. Зимой оставили новую программу и поэтапно ее усложняли, чтобы показать все, на что способны. «В целом я детьми довольна. Ну, может быть, где-то и хотелось бы лучше, да, кто-то вот упал, у кого-то нога соскользнула. Но в целом они старались, и перед соревнованием мы действительно серьезно готовились, даже где-то было по две тренировки. Вот. Ну а впереди у нас 15 мая. Вот для них соревнования – это облачко. И надеюсь, что все сложится, и мы поедем на всероссийские. В рамках этих всероссийских в Анапе в сентябре будет фестиваль среди детей. Хотите поехать? Да! Впереди у лобнинских гимнастов новые высоты. Ведь первенство Московской области – это отборочный этап первенства России. И в него, благодаря своим победам, уже прошли команды «Твистер» и «Фортуна Лайт». Главные соревнования страны состоятся 22-23 апреля.